В эфире Первого Приднестровского еженедельных спорт-ревио. Сегодня в День Святого Валентина мы работаем для всех, кто влюблен в спорт. В студии Юлия Саркапут. Здравствуйте! Вот главные темы выпуска. Грёзы по мировой арене. Кто из приднестровских спортсменов отобрался на чемпионат мира? 41-я годовщина богатыря. Республиканский спортивный клуб собрал под свои знамена лучших каратистов. Медали чемпионата Молдавии, за которые боролись и наши самбисты, и легкоатлетический Рубикон, как любители бега покоряли километры дорог. В спортивный мир захватили зимние игры в Хинчхане. Мы следим за тем, как российские атлеты выступают под нейтральным флагом. Не грех вспомнить первых героев. Конькобежец Семен Елистратов в субботу завоевал бронзу. Неделя началась с приятной новостью от фигуристов. Они стали вторыми в командном турнире. Однозначно лучшим днем для России стал вторник. Сразу три медали. По бронзовой награде в спринте заработали лыжники Юлия Белорукова и Александр Большунов. Первая олимпийская бронза в истории российского керлинга на счету Анастасии Брызгалова и Александра Крушельницкого. Игры продолжаются. Ждем еще больше медалей от россиян. Приднестровские спортсмены не только внимательно следят за развитием событий в Пхенчхане, но и сами пытаются прорваться на олимпийский пьедестал. Например, тэквандисты. Сразу две медали завоевали наши бойцы в турецком Стамбуле. Там проходил клубный чемпионат Европы. Настоящий фурор среди мужчин весовой категории до 58 килограммов произвел терраспольчанин Сергей Усков. Сначала за явным преимуществом он обошел представителей Греции и Сербии, а в поединке за бронзу одолел ирландца Джека Вулия, который занимает третье место в мировом рейтинге. В полуфинале со счетом 10-12 Усков уступил только будущему чемпиону Европы россиянину Георгию Гурциеву. Еще одну бронзу Республиканскому союзу тэквандо принес юниор Данила Луполов. На пути к недесталу наш боец опередил спортсменов из Азербайджана и Казахстана. А теперь в Тирасполь большой спортивный праздник организовал клуб «Богатырь». Открытый чемпионат по карате ВКФ, как всегда, прошел с размахом. Все подробности у нашего корреспондента. Соревнования по карате проходят в двух направлениях. Например, здесь сейчас када, то есть это показательные выступления, демонстрация приобретенных навыков. А здесь уже кумите, это более контактные бои. Найти баланс между двух видов – задача непростая, но выполнимая. Именно гармония в обеих программах может привести к большим победам. Пусть олимпийским чемпионом. Это мечта талантливого тираспольского каратиста Алексея Челей. Японское боевое искусство получило олимпийский статус всего два года назад. Дебютирует карате в 2020-м в Токио. Ну, олимпиада – это пока только мечты, а на Ивути Распольчанин уже признан лучшим каратистом в Приднестровье 2017 года. В этом статусе Алексей выступил на открытом чемпионате клуба «Богатырь» и вновь стал трехкратным чемпионом. И даже победил своего постоянного соперника из Кишинева Павла Горбаня, причем в его любимом виде программы. Мне нравится кумите, потому что в кумите ты двигаешься, отклоняешься, делаешь разные удары. В общем, как интересно заниматься каратэ, и кумите еще как лучше, кто заработает. Это как будто бы игра какая. А играть в нее можно с самого раннего возраста. В этом году все рекорды побил Владислав Ротер. Ему всего три года, но он уже полноправный участник соревнований. Вообще-то ставка на юных спортсменов – это стратегия развития Приднестровской Федерации каратэ. Мы проводим для этого чемпионат, чтобы чем раньше дети могут начать заниматься, тем больше и быстрее они добьются каких-то успехов. На внутренней арене результата можно добиться, участвуя в первенстве Приднестровья или на чемпионате клуба «Богатырь». 220 каратистов, 15 клубов из трех стран. Открытый чемпионат по каратэ уже давно перерос в статус клубного. Теперь это международный турнир, а на татаме встречаются не только соперники, но и друзья. Уровень, который примерно подходит мне, мы с ними дружим, общаемся, интересно с ними работать. Первые и вторые номера украинской сборной – в Тирасполе. Приехали они в составе клуба «Катана» из Черноморска, который, кстати, стал одним из самых результативных на турнире. Второе – общекомандное место. Впереди только хозяева чемпионата. Очень важно для детей психологическая форма. Поэтому один-два поединка на любом чемпионате заменяют детям месяц тренировок в психологическом состоянии. Они очень теряются, волнуются, особенно когда, еще раз говорю, это новое место. Поэтому цель этого турнира – приехать в новое место для того, чтобы поднимать психику детей. То есть и на этом фоне психологическом я хочу увидеть, как они себя покажут с точки зрения техники и тактики. Вооружившись техникой, тактикой и психологическим спокойствием, можно идти дальше по победной лестнице. Впереди наших спортсменов ожидает открытый чемпионат Приднестровья. А затем лучшие отправятся на молдавское первенство. Официальные соревнования запланированы на май. Вадим Гачков, Павел Божонко, Спорт-ревью. К игровым видам волейбольный чемпионат Молдавии постепенно выходит на финишную прямую. Группа лидеров уже определилась – это молдавские клубы. Теперь основная борьба развернется за четвертую строчку, а значит за последнюю путевку в раунд-плей-офф. На это место претендуют две приднестровские команды. За событиями, которые разворачивались в седьмом туре, наблюдали Оксана Шахова и Вадим Гачков. Для приднестровских болельщиков тур начался в Тирасполе. Первыми на площадку вышли игроки «Динамо». Столичная команда принимала лидера чемпионата – Кишиневский ОСМ «Баставан». У «Динамовцев» напротив игра пока не ладится. По крайней мере, по сравнению с тем, что привыкли видеть фанаты. Правда, и состав заметно омолодился. Без среднего звена тяжело стабильно играть во всех партиях. А короткая скамейка не позволяет проводить ротацию. Например, заменить доигровщика Данила Деменчука так и не удалось. Пришлось срочно менять порядки, ставить людей, которые совершенно к этому не готовы, позиции. И вот весь каз. Побить на классе таких гостей тоже непросто. В этом году ОСМ «Баставан» лидирует по всем статьям. Что кишиневские волейболисты и показали в первой партии против «Динамо». 25-20 – стартовый сет за кишиневцами. Сегодня соперник у нас попался один из лидеров. Очень хорошая прыгучая команда. Хорошо в защите играет. А с нашей стороны мы, наверное, не справились с приемом. И вот то, что сделал соперник, сыграл в защите, нам это удалось не очень хорошо. Проблемой нашей команды стали завершающие минуты всех партий. Каждый сет терраспольчане шли вровень с лидерами. Но в итоге упускали ОСМ «Баставан» после второго технического тайм-аута. Закрой ходовое направление. Они играют нагло. Просто куда идет, туда идет. Никто не выкручит в линию. Ходовое направление. Перенеси руки. Все. Два не отпускают. Динамо! А как известно, наглость – второе счастье. Вот и в матче с «Динамо» оно принесло гостям солидное преимущество на площадке. А там, где они справлялись в атаке, отрабатывал блок. У нас сейчас, я думаю, что на данный момент лучший блок. Потому что мы очень хорошо играем на блоке. И в защите еще надо поработать. Но на блоке наши ребята очень хорошо играют. Гости победили со счетом 3-0 и укрепились на первом месте. Теперь основная борьба разворачивается за четвертую позицию. Много решалось поединки в Бендерах. Там работала моя коллега Оксана Шахова. Есть слово. Всего три тура осталось до конца группового этапа чемпионата. На этом этапе все клубы борются за то, чтобы попасть в четверку сильнейших. В финале именно четыре команды разыграют титул чемпиона. Поэтому сейчас каждый матч решающий для наших волейболистов. Бендерская-Тегина против кишиневского лидера «Динамо Маи». Этот матч стал, пожалуй, украшением седьмого тура. Чтобы утверждать, достаточно было и первой партии, в которой команды трижды уравнивали шансы. Только на отметке 27-25 сет завершился в пользу хозяев. В таймауте опытные кишиневцы сделали работу над ошибками и выбили Тегину с приема. В результате всю партию бендерчане только и делали, что догоняли, но в концовке на табло было пять очков разницы. Вот тут уж Тегине пришлось перестраивать игру. В тактическую схему даже спонсор мешался. Спокойно, спокойно, все. Догоняй. Все. Давай, давай. Короткое совещание и третий сет, словно плотина, обрушился на защитные порядки соперника. Динамовцы, казалось, настолько не ожидали напора, что упустили не только нити игры, но и проиграли недосягаемые плюс 10. Болельщики были в экстазе и даже ближайшие визави признали, что играть в этом зале совсем непросто. Я считаю, что они потерялись, и бендеровская атмосфера надавила на них, и поэтому они проигрывают сейчас. А как тебе атмосфера на этом матче? Хорошая. Всегда у бендеры было много болельщиков, и много людей всегда приходит посмотреть на них. За счет чего бендеры все-таки ведут? За счет общей игры и, скорее всего, меньше они делают ошибок. То есть команда собралась? Можно сказать так. Команда играет обе отлично. Вообще интересный сегодня волейбол. Прелесть. Вообще, конечно, играют друг друга. Кто уходит, тот доходит. Вообще нормально. На ваш взгляд, чем закончится это противостояние? 3-1 мы поиграем. В сборной Тигина, потому что это наша команда бендеры, и она должна все равно победить. Но и «Динамо» сдаваться не собиралась. В начале четвертой партии главный тренер, а в прошлом и сам игрок этого клуба Валентин Перео, включил весь оставшийся резерв. Гости показали свою игру, но хватило ее только до середины отрезка. Недюжная воля и рвение к победе этого у Тигину уж точно было не отнять. В решающем компоненте, командной игре, бендерчане, безусловно, переиграли соперника. А индивидуальное мастерство пасующего, капитана и блокирующих только ускорили развязку, очевидную в этот день для всех присутствующих. 3-1 победа бендерской Тигины. Есть такой термин «сыграла вся команда». Не один человек, а и скамейка помогла, и болельщики, один за другого, и дружненько, и поэтому такой результат. Игра практически шла на равных все четыре партии. Ну, чуть-чуть, где-то какие-то моменты, где мы должны были забить что-то, сделать какое-то полезное действие, не получились. И вот на таких вот ошибках проиграли, получается, партию, игру. Во-первых, команда гостей не собиралась сдаваться. Они тоже давили на нас своей игрой, и мы должны были дать им отпор. Моментами у них очень настойчиво получалось давить на нас, но мы все-таки не сломились и добили их до конца. Не во всех залах, не во всех командах так поддерживают свою команду, как здесь. Здесь всегда очень уютно, приятно играть. Да, противнику это неприятно, но нам это придает очень большой заряд энергии, и они нас носят, и мы стараемся их радовать своей игрой. Возможность порадовать наших болельщиков очередным всплеском эмоций представится уже в ближайшую субботу. Теперь у Тегина и Тираспольского «Динамо» равное количество очков, и все рассудит Приднестровское дерби. Не пропустите этот матч 17 февраля в Бендерах в 15 часов. Оксана Шахова, Андрей Макаренко, Спорт-ревью. К игровым видам мы еще вернемся, а сейчас еще несколько масштабных новостей. На прошедшую неделю терраспольчанин Дмитрий Лавров был официально включен в состав Паралимпийской сборной России для участия в чемпионате мира по настольному теннису. Приднестровский спортсмен завоевал путевку на мировой форум благодаря успешному участию в международных турнирах серии «Опен». За последние два года его международный рейтинг не опускался ниже 12-го места. Сейчас он в плейлисте личного чемпионата мира, где выступят всего 15 сильнейших спортсменов. Случайно узнал вчера, зашел на сайт ITTF и открыл списки, и была моя фамилия. Чему я очень рад. Поэтому с двойным рвением собираюсь работать. Чемпионат мира проходит раз в 4 года. Это серьезные соревнования. Большое количество стран, участников проезжает на этот форум. Поэтому борьба очень будет напряженная. Будет независимо в каком ты состоянии на данный рейтинг. Либо ты первый номер, либо второй, либо последний. Потому что игроки практически все одинакового уровня. Единственное, все зависит от психологии и тактики в игре. Российская паралимпийская сборная по настольному теннису отлично зарекомендовала себя на международной арене и не имеет допинговых историй. Поэтому все спортсмены, выполнившие условия отбора, могут рассчитывать на участие в чемпионате мира в Словении. Так как я отобрался на чемпионат мира, ВАДА и антидопинговые всякие разные агентства будут пристально наблюдать, производить какой-то тщательный контроль в этом плане. Поэтому я буду быть очень внимательным в этом плане. Потому что в любой момент могут и позвонить, могут и приехать, и сдавать пробы для того, чтобы пройти на допинг. Поэтому в моем понятии это очень важно в плане не допустить этого. И я надеюсь, что все будет хорошо. В ближайших планах нашего теннисиста выступить на рейтинговых турнирах в Европе и заявить о себе на чемпионате России. Норматив первенства планеты также выполнил копьеметатель Николай Орлов на всероссийских соревнованиях по метаниям памяти Анатолия Лунева. Тираспольчанин отправил копье на отметку 74 метра 32 сантиметра. Это лучший результат сезона в мире среди юниоров до 20 лет. В Адлере еще одну медаль бронзовую завоевал юниор Максим Тарабин. Его результат 60 метров и 7 сантиметров. Ну и победителем в сильнейшей категории стал Дмитрий Тарабин. Его копье улетело за отметку 77-40. А бендерчанин Вадим Доскалов взял бронзовую медаль в Болгарской Софии на чемпионате Балканских стран среди юниоров до 20 лет. Наш легкоатлет в тройном прыжке показал результат 15 метров 60 сантиметров. В Каушанах прошел чемпионат Молдавии по борьбе с самбо. Мой коллега Вадим Гачков отправился туда, чтобы проследить за выступлением преднестровских борцов. Смотрим. Чемпионат страны – турнир, в котором участвуют лучшие спортсмены. И, конечно, среди них особое место занимают самбисты из Приднестровья. Наша делегация не только многочисленная, но и перспективная. Воспитанники Тираспольской, Бендерской и Слободзейской школ приехали в Каушаны явно не отбывать номер. Но и соперники возлагали на турнир большие надежды. Достаточно серьезный уровень. Примерно равный у нас идет ориентир больше на Кишинев, на спортинтернат. Можем с ними бороться. И сейчас у нас следующая встреча будет с парнем, нашего бендерского спортсмена, у Ананяна ВГ. Будет борьба за официантом с кишиневским спортсменом. И думаем, что мы можем, можем победить. Речь идет о ВГ Ананяне. К теории, полученной в бендерской школе борьбы, самбист теперь добавляет практику единоборств с российскими спортсменами. Последний год единоборец учится, а заодно и тренируется на московских коврах. В Москве намного больше спарринг-партнеров, уровень намного выше, растешь намного больше. Потому что там разные соперники есть, разного класса, разных уровней. И как бы это чувствуется. И все же пока самбист на 100% не готов. Сказываются две перенесенные операции. Такой формы дойти до финала хватило. Но победить в схватке за золото не удалось. Зато с этой задачей справилась партнер по команде Александра Врабия. А это уже терраспольчанин Роман Волощук. Приднестровский самбист завоевал путевку в одну-вторую и теперь изучает действия будущего соперника по полуфиналу. У меня задача была выиграть, ну и соответственно разогреться. Но в этот раз он подготовился хорошо. Начал навязывать свою борьбу. Но мне вначале удалось заработать пару баллов и отстоять встречу. Но чем ближе к медалям, тем тернистей путь преодолеть полуфинальную стадию нашему спортсмену не удалось. А вот Николай Чабан и Елисей Василаки справились не только с этой задачей, но и в финале шансов соперникам не оставили. Но с них и спрос другой. Оба спортсмена, признанные лидеры сборной. Терраспольчане подтвердили звание первых номеров. А именно этот критерий основной при отборе на официальные международные соревнования. Есть конечно мнение тренеров, есть где спорные вопросы, есть когда человек участвует и получил травму. Допустим на чемпионате Европы он не может участвовать, на чемпионат мира он уже готов участвовать. Тогда мы рассматриваем еще раз, даем специальные встречи, чтобы определить, если тот или иной спортсмен находится в лучшей форме. Теперь задача сохранить форму до старта международных турниров. Ближайший из них начнется 16 апреля в Чешской Праге. Там пройдет молодежный чемпионат Европы по самбо. Вадим Гачков, Александр Чабан, Спорт-ревю. До выхода в элиту чемпионата Молдавии несколько шагов. Розыгрыш баскетбольной дивизии А вот-вот завершится. В регулярном первенстве осталось сыграть всего две встречи. В лидерах южной зоны Бендерская флуаря. В минувшие выходные наша команда могла обеспечить выход в плей-офф. Об этом следующий сюжет. Первая игра с ними на выезде, мы выехали с дома уже победителем. И вот три четверти мы мучились, мучились, но в конце все-таки добили. Наступать на одни грабли дважды не в правилах бендерского флуаря. В ответной встрече о недооценке соперника не шло и речи. Да, политех идет на последнем месте. Да, соперник потерял много ключевых игроков. Но в бендерах скидку гостям никто давать не собирался. Нужно платить по своим счетам, а именно возвращаться в элитную лигу. И все говорит о том, что флуарик этому готов. В первой четверти бендерчане заработали 35 очков. Один из лучших показателей за весь сезон. Разбив игру соперника на отдельные кадры, бендерчане показали цельную командную игру. На волне успеха флуари утопили все старания гостей. Кишиневцы сели на мель и даже попытки перекроить игру не вернули политех в свое русло. Отсюда мяч идет, игрок бежит сюда. А этот, который здесь, вот он занимает позицию вот здесь. Этот отсюда смещается, вот этот. Пошел мяч сюда, значит этот выходит, этот смещается. На счет тактические изыски никак не повлияли. Разве что в обратную сторону. На большой перерыв команды ушли с результатом 57-35. В перерыве наши остыли, чтобы в третьей четверти вновь зажечь. И самое главное не перегореть. Еще плюс 15 и последний отрезок превратился в формальность. Мы забили трехочковые, плюс у нас большие немножко повыше, чем их ребята. То есть мы превосходим рост. Сыграли вниз, забили трехочковые и побежали. Поэтому получился такой разрыв. Заветную сотню бендерчане распечатали и приблизили себя к плей-офф. 102-67 против Политеха. Но в следующем матче ожидается более ожесточенное сопротивление. 18 февраля вновь на домашней площадке флуари примет основного конкурента. Бендеры сыграют против Чедерлунги. Вадим Качков, Александр Чубан, Спорт Ревю. Волейболистки рыбницкого клуба Норд-Сити в рамках чемпионата Молдавии принимали на своей площадке соседок по турнирной гонке – представительниц Кишиневской эсперанцы. Чем завершился матч, смотрите далее. Норд-Сити эсперанцы считают и соперницы равные. Обе освоились в середине турнирной таблицы. У тех и других по 13 очков волейболистки Норд-Сити привыкли на своей площадке побеждать. Вот и на этот раз подкачал состав, но не настрой на игру. Перед данной игрой была потеря двух девочек. Одна получила травму, вторая заболела просто, скажем так, и не смогли принять участие. Вот поэтому Дубусары нам подставили достаточно сильное плечо в чемпионат. Мы их заявили, до конца чемпионата они будут играть с нами. Рыбничанкам пришлось не сладко. В первых двух партиях практически в равной борьбе победу уступили эсперанцы. Но в самых ответственных моментах наши волейболистки все-таки прощупали слабые стороны гостей. Вначале было очень тяжело. Особенно нам, девочкам, кто играл вторую игру свою, это было очень тяжело влиться. Но команда очень дружная. Концовка третьей партии стала переломной. Уступая по ходу встречи со счетом 23-24, хозяйки площадки сумели оставить за собой этот сет. Появился шанс на успех, и тут проявили себя дубусарские волейболистки. Активно влились в игру Лина Николаева и Валерия Туртурико. Четвертая партия намекнула на итоговую победу Норд-Сити. Далее нервный пятый сет, где крепче оказались наши волейболистки. Победа на тайбреке 15-11. Соперницы достаточно сильные для нас оказались, хотя мы думали, что все-таки выиграем, потому что первые две партии мы выиграли. Но из-за того, что расслабились не вовремя, так и получилось. Надо собраться и в следующий раз все-таки выиграть во втором кругу. Хотелось бы немножко лучше, мы планировали выиграть 3-0. Но, тем не менее, мы сегодня выиграли, мы взяли два очка, и это очень хорошо. Сейчас в турнирной гонке Норд-Сити занимает четвертую строчку, плюс игра в запасе. Следующий матч рыбинская команда проведет в Террасполе против ПГУ. Сегодня в мире отмечают День Святого Валентина. Кого уж точно настиг спортивный купидон – это членов группы «Бег в Приднестровье». Специально к этому празднику любители приурочат забег, который состоится в субботу в 9 утра в Парке Победы. Говорят, там есть трасса в форме сердца. Так вот, все желающие смогут ее проверить. Также будет открыта школа для начинающих бегунов. Какие перспективы открываются перед любителями, коллектив «Бег в Приднестровье» показывает на своем примере. В минувшие выходные наши бегуны приняли участие в легкоатлетическом «Рубиконе» и уже готовы поделиться впечатлениями. Три, два, один, старт! «Рубикон» – это забег через всю Молдову, с севера до юга. «Рубикон» – это преодоление себя. Это стать сильнее, сам с собой воюешь, не знаю, как правильно это назвать. Каждый выбирал, какие хочешь отрезки и какое хочешь количество. Я пробежал 39 километров. Я выбрал, бежал три этапа – Страшенский район и Кишиневский. Самый сложный этап был Кишиневский, потому что он состоял из трех очень крутых подъемов. Самый северный – это Локница, было очень красиво. За день до выпал снег и безветренная погода, просто загляденье было. Эстафета эта была непрерывная, потому что впереди ехала машина, которая задавала темп. В среднем темп был 6 минут 30 секунд на километр, что составляет около 9 километров в час. Это вообще не борьба, то есть каждый общается со своим телом, то есть преодолевает себя. Пилотон нужен для того, чтобы наоборот поддержать себя, то есть когда ты бежишь в группе, легче. И даже на картинке Робикона нарисованы такие герои средневековые, которые будут вместе. Слышал про бегуна из Германии, который приехал поучаствовать. Но в основном это жители Молдовы, в основном Кишинев, но есть и из других городов. На одном из этапов с нами бежала собака. Этап был ночной, начинался он около двух часов ночи, заканчивался уже после трех. И все это время с нами бежала собака. Здесь обозначены районы, по которым я пробежал. Кишинев, Бельцы. И за преодоление 100 километров дистанции нам давали такой значок Рубикон. Восемь районов Молдовы. Максимально можно было преодолеть 42, это надо было 500 километров пробежать, но это, думаю, никто. Номера бы не хватило, да? Ну, думаю, двух не хватило бы нам номеров. Задачей минимума это было преодолеть 100-километровый рубеж, соответственно, получить значок Рубикона. Задача максимума была преодолеть 200 километров. Но на второй день, соответственно, потери организма дали понять, что оно того не стоит. Пробежал я около 125 километров в сумме. Хотел для себя проверить, насколько я заготовый. В этом году не отстал ни разу. Человеческое тело способное намного, просто в процессе тренировок нам нужно убедить в этом разум. Спорт – это жизнь, бег – это жизнь, это здоровье. Главное – подходить к этому с умом. Если у кого-то есть какие-то вопросы, у нас есть Приднестровский клуб любителей бега. Там есть опытные ребята. Также с нами сотрудничают наши великие бегуны, которые представляли нашу страну на Олимпиаде. Они могут подсказать, дать какие-то советы. Это спорт, это преодоление себя. Спорт – это всегда стремление стать выше, быстрее, сильнее. Соответственно, всегда хочется показать более качественный, более лучший результат. Всех, кого заинтересовал бег, любители приглашают в Парк Победа. Начните свой марафон в эту субботу в 9 утра. На этом все о спорте. На сегодня хорошего вечера вместе с Первым Приднестровским. Субтитры создавал DimaTorzok